На территории Нагорного Карабаха продолжается выполнение задач российским контингентом миротворческих сил. В северной и южных зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновений. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев. За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 11 тысяч жителей Нагорного Карабаха. При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших. Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни. По обращению жителей и местных администраций российские миротворцы доставили на специальных автомобилях питьевую воду в три населенных пункта Аскеранского района, в которых нарушена система водоснабжения. Инженерные подразделения российских миротворцев продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и объектов социальной инфраструктуры в городе Степанакерт. Для ускорения возвращения мирной жизни в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе переброшены более 100 специалистов, а также и 13 единиц специальной техники Международного противоминного центра Минобороны России, в их числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования ОРАН-6. Специалисты Международного противоминного центра, совершив марш, Ереван, Горец, Степанакерт, приступили к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, уничтожению взрывоопасных предметов, наиболее пострадавших во время конфликта в районах Нагорного Карабаха. Для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.